здравствуйте на библейский портал экзегет пришел вопрос к сожалению сегодня медицина стала просто бизнесом как себя вести молодому православному врачу в современном мире среди неверующих коллег и пациентов каким должен быть верующий врач об этом очень интересно говорит иисус сын сирахов это его книга ветхозаветной премудрости иисуса сына сирахов 38 главе своей книги почитай врача честью по надобности в нем ибо господь создал его и от вышнего врачевания для того он и дал людям знания что прославляли его в чудных делах его ими он врачует человека и уничтожает болезнь его болезнь есть следствие греха она входит в жизнь человека для того чтобы человек исправил свои грехи задумался о вечной жизни не прилеплялся к земному когда человек пытается найти причину своей болезни своем неправильном пути господь очень часто врачу дает возможность вылечить эту болезнь уничтожить болезнь как могут только что с вами прочитали что для этого должен врач сделать врач для этого должен принимать человека неформально принимать его сердцем и молиться о нем я помню сейчас уже умерла одна замечательная совершенно врач пожилая она была монахиня в которой в течение 50 лет принимала детей и она рассказывала как в начале 80-х годов она пришла к вере она очень опытный диагност часто очень к ней отправляли детей где было непонятно какая болезнь что лечить и вот она мне говорила что вы знаете когда я пришла к вере я уже будучи очень опытным врачом допустим 25 лет уже проведя в профессии я стала молиться я за них об их выздоровлении о том что господь меня вразумил и удивительным образом господь стал открывать мне что надо лечить а когда я не молился этого не было я оставалась одна на один с моим опытом который был большой но уже помощи божией я не чувствовала вот это удивительно врач должен молиться своего пациента молиться о спасении души если мы посмотрим жития святых врачей такие как жить я святых нашего храма например святых костьмы дамиана это люди которые лечили людей профессионально врачебными средствами своего времени 4 век но при этом конечно лечили их души приводили их к вере и через исцеление души вымаливали у бога исцеление их тела и люди это чувствовали и люди это чувствовали потому что выздоравливали практически все поэтому я думаю что молодому врачу не надо никого осуждать не надо осуждать коллег или неверующих людей с неверующими не надо говорить о вере может быть если они не спрашивают или они категорически против настроены но помолиться можно за любого человека призвать благодать божию в конце концов любое служение можно сделать служением во христе кем бы ты не работал ну кроме каких-то грешных профессий если ты богом приведен через получение долгого образования и обучение на место где ты можешь лечить людей придает и служение богу сделай из него господне служение скажи господи ты поставил меня сюда врачом помоги мне вылечить этого человека и вы знаете у вас всегда будет много клиентов много пациентов точнее почему потому что больной чувствует клиентом или пациент понимаете хотят ли с него только деньги получить или его хотят вылечить вот когда есть сердечное отношение может быть даже и сострадание к больному это тяжело и поэтому большинство врачей закрывается в такой свой медицинский цинизм такой даже напыщенный какой-то такой как которым даже бравируют но для пациентов это конечно ужасно все слушать вот а когда мы встречаем сочувствующего смотрящего на нас как на человека страдающего врача мы ему и доверяем значительно больше я думаю что и господь вот это чудо уничтожения болезни о котором мы слышали сейчас священном писании через верующего своего служителя сотворить значительно быстрее внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео